Привет друзья, вы на канале Техновейб, и сегодня мы вам покажем самый быстрый FPV-дрон, который обгоняет болид Формулы 1. Инновационное кресло от Хонда, объединяющее мобильность и виртуальные приключения. Увидите самого быстрого человекоподобного робота от компании Unity Robotics, который также умеет танцевать. Ну и конечно же новый внедорожник от компании Rivian. А начнем мы со скорости и поговорим о новом FPV-дроне от нидерландской компании Drone Gods, созданным совместно с командой Red Bull из Формулы 1. Специально разработанный для съемок гонок с темпом Формулы 1, этот дрон может разгоняться до 350 км в час, с ускорением от 100 до 300 км в час всего за 2 секунды. Представьте только, он способен проходить трассу рядом с гоночными болидами, выдерживая перегрузки до 6G. Интересно, что на разработку этого чудо техники ушел всего один год. Вся конструкция от корпуса Дорамы была изготовлена с использованием передовых технологий, таких как ЧПУ-станки и 3D-печать из углепластика. И хотя электроника и двигатель были стандартными, инженеры внесли некоторые улучшения, чтобы увеличить производительность. И благодаря инновационному подходу к дизайну массы удалось снизить на 10%. Несмотря на свою скорость и мощь, дрон весит всего 1 кг, что важно для его стабильности и маневренности. Испытания показали, что дрон легко преодолевает трассу длиной 5,8 км на максимальной скорости, при этом не перегреваясь. Иногда он даже опережает гоночные болиды Red Bull из Формулы 1, что доказывает его невероятные возможности. Компания Honda представила инновационное кресло на колесах с электродвигателем, которое, как кажется, напоминает кресло Ксавьера. Оно не только помогает перемещаться физически, но и открывает новые горизонты виртуальной реальности. Honda Uni-One это первое в своем роде средство, сочетающее мобильность с виртуальными приключениями. Система самобалансировки и встроенный датчик позволяет управлять им без использования рук, просто наклоняя тело. Еще одна удобная функция – подъем сидения на 70 см для удобного общения с окружающими. Эта новинка, основанная на модели Honda Uni-Cup, весит всего 69 кг, но может перевозить человека весом до 109 кг со скоростью 5,9 км в час и запасом хода до 8 км. Компания предлагает использовать устройства в торговых центрах, парках аттракционов или на открытом воздухе. Подробные характеристики и цена Honda Uni-One будут объявлены на конференции SXSW, которая проходит в эти дни с 8 по 16 марта. Uni-Tree Robotics из Китая продолжает поражать мировое сообщество своими достижениями. На декабрьской презентации они представили первую версию андроида Uni-Tree. Робота ростом 1,8 м и весом около 47 кг, который способен перевозить до 30 кг груза. Его бедренные коленные и голеностопные суставы обеспечивают 5 степеней свободы, а верхние конечности 4. H1 мог видеть все, что происходит вокруг. Оборудованная головной камерой Intel RealSense D435 или дар от Levox Mi 360. Версия H1 могла в реальном времени анализировать данные и продемонстрировать свои возможности, включая ходьбу, бег и даже устойчивость при ударах сбоку или сзади. Однако новейшая версия H1 Evolution 3.0 поднимает планку еще выше. Скорость ходьбы по ровной поверхности достигает 3,3 метра в секунду, что является мировым рекордом среди полноразмерных андроидов. В сравнении с ним андроид Optimus от Tesla перемещается гораздо медленнее, всего 0,6 метра в секунду. Но это еще не все. H1 Evolution версии 3.0 умеет танцевать, проявляя удивительную координацию всего тела. Легко подниматься и спускаться по ступенькам, прыгать на месте и даже разгружать роботов. Что самое интересное, робот подпрыгивает так же высоко, как человек. Это показывает не только технологический прогресс, но и потенциал андроидов во внедрение в различные сферы в жизни. Компания Rivian действительно удивила на последнем мероприятии, представив сразу две модели. Внедорожник R2 и самый маленький кроссовер R3. Снаружи и внутри R2 выглядит как уменьшенная версия вседорожника Rivian R1S. С угловатым дизайном кузова и фирменной светотехникой. Он предлагает не только стиль, но и практичность для повседневного использования. Характеристики электромоторов и батареи пока не раскрыты. Но уже известно, что R2 сможет проезжать на одном заряде свыше 480 километров. Топовая трехмоторная версия сможет набирать до 100 километров в час за неполные 3 секунды. Зарядный порт стандарта NUX позволит восполнять энергозапас на станциях сети Tesla Supercharge, обеспечивая удобство в дороге. Цены на R2 начнутся от 45 тысяч долларов, делая его самым доступным электромобилем в линейке Rivian. Первые экземпляры поступят в продаже только в первой половине 26 года, но заявки принимаются уже сегодня. Модель R3 удивила нас своими габаритами, которая стала самой маленькой из линейки Rivian. Конечно, R3 не только меньше, но и предположительно дешевле. Компания не раскрыла фактическую цену на автомобиль, но они сказали, что он будет меньше, чем цена R2. Стиль R3 похож на стиль других автомобилей Rivian, но в форме хэтчбэка. Впереди автомобиль все еще имеет овальные фары, в то время как сзади, в отличие от большинства хэтчбэков, есть подъемное заднее стекло. R3 также доступен в ряде конфигураций, включая одномоторные, двухмоторные и трехмоторные трансмиссии. Rivian даже анонсировал вариант производительности автомобиля, называемый R3X, который имеет немного более широкую позицию и трехмоторную конфигурацию. Однако данный автомобиль выйдет, предположительно, не раньше 27 года. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся в следующих выпусках.